Неделю без холодной и горячей воды жители дома по адресу Очеченко, 27, целую неделю пытались дозвониться и достучаться до коммунальных служб. Крик о помощи был услышан через социальные сети и СМИ. Есть ли подвижки в решении проблемы, узнавал Дмитрий Тымыров. Вот воды с 15 числа вообще нету никакой. Мы не набираем в тазы, заказываем воду в бутылях, набираем в тазы, все сливаем в ведерко и носим на улицу. Слив тоже замороженный. Уже с 15 числа вообще никакой воды, ничего нету. Мы не знаем, как дальше жить нам. Итак, целую неделю. Из-за того, что нет горячего водоснабжения, трубы в квартирах промерзли. Жильцы дома устали от бездействия коммунальных служб. Говорят, что задолженностей по коммунальным услугам у них нет. Все исправно оплачивает. И вот такое отношение получает в ответ. У меня нету ни задолженности, ничего за квартплату. Я 7560 заплатил. За все, за коммунальные услуги, за все. У меня нет долгов. А для приготовления еды, стирки и всего остального используют покупную воду. Магазин сказал. И вот дочка вам привозит такую воду и вы используете? Пользуйтесь. А больше чем? Из батареи же не буду гнать. Чтобы узнать, в чем причина этой проблемы, мы решили позвонить в ЖКХ столичный. И услышали от директора такой ответ. Там есть одна проблема, что там действительно это самое, так вот задвижки. Мне надо остановка, чтобы ТЭД встал. Они мне не дают остановку. Я уже третий день за ними бегаю. Ну, скажу я вам честно, она уже надоела. Свою очередь, диспетчер ТЭДС подтверждает звонение в ЖКХ столичный. Действительно поступали 22 января. На прошлой неделе мы реагировали по даче холодного водоснабжения в водопресс-набженном. Попросили на 11 часов, мы остановили, приехали. Они работу выполнили. Где-то в 15.00 ориентировочно мы запустили свое холодное водоснабжение. Однако, как оказалось, вода до кранов в квартирах не дошла. Лишь сегодня представители якутской ТЭДС приехали на место и обнаружили, что авария произошла в локальном теплообменнике, которую обслуживает ЖКХ столичное. Коммунальщики ЖКХ столичное позже уже работали на месте, чтобы устранить проблему. На данный момент ТЭДС нам дает установочку. Будем отрабатывать данную проблему. Будем решать. Примерно когда решится? Ну, где-то часа полтора-два. Отработаем. Вечером уже у них будет полностью? Да, конечно. Зима – это тот сезон, когда мы практически все свободное время проводим дома. Надежда на уют и тепло. Коммунальные службы республики на подобные ситуации должны реагировать максимально оперативно. И помнить, что за окном минусовая температура.